... утромощных, как вам можно, недельских источников, на примере любого источника ГНСС-3, R82-2. Источник уникальный, и для тех, кто не знает, чем же он так уникальный, яночное соведение, как яско из названия, находится он в галактике R82. Вот так она выглядит в замедении ломчики и интеграционном излучении. И находится она на расстоянии примерно 3,5 мегапоксека. И центральная часть галактики выглядит вот так вот в примерном судеоположном. Видно, что излучение состоит из комбинации диффузного излучения, ограниченного газа и некоторого количества ярких точных источников. Источник, про который я буду говорить, это вот этот источник, X2, X1. Расстояние до галактики значительное, поэтому все эти источники, на самом деле, являются очень-очень яркими. То есть ULX. Этот слайд предназначался для обсуждения, почему же это так интересно, исследовать ULX, это не так важно, и почему они это делают. Но после прошлых докладов это уже не актуально. Просто по суммировать. Есть основная модель функционирования ULX, это черные дыры. Это либо черные дыры дырных масс, которых пока не было найдено, либо это суперпетическая аккреция, что так же интересно. На самом деле, кроме черных дыр есть еще и другие модели, но основная теория это все-таки черный дыр. И такая ситуация была вплоть до прошлого года, когда обсерватория ULX обнаружила какие-то пульсации от данного вывода, если мы называли 2. Если мы видим пульсации, значит, мы знаем, что это методная звезда. Если мы знаем, что это методная звезда, мы знаем ее массу. И мы сразу можем сказать, что в данном случае светимость превышает методную светимость примерно в 100 раз. Я надеюсь, что я уже вас убедил, что источник, правда, уникальный. Так что можем продолжать. Эта информация про обсерваторию не устали, ее сейчас, опять же, не нужно обсуждать, потому что Роман Кривонос нам рассказал, как устроена данная обсерватория. Главная черта, впечатленная, это то, что она может секусировать батон и выше вести КЭП. Видимо, это и сыграло главную роль в обнаружении пульсации, потому что, как мы знаем, у пульсаров спектры достаточно жесткие. И они выходят далеко за стандартный диапазон, где много диффузного излучения и излучения других ультриярких источников в галактике. Что же я вам все-таки обнаружил быстро? Обнаружил он период, который равен 1,27 секунды. Также они обнаружили орбитальный период по модуляции периода вращения. Дали оценку на массу компаньона. И по всем параметрам данный источник является более-менее стандартным диффузенским пульсам. Единственное отличие, это очень высокая светимость. 10-40-й рпсекунды. На самом деле, тема того, как нейтронная звезда может высветить столько энергии, это отдельная тема для доклада. И такой докладу сделал в прошлом году с Сашей Муштутовым. И он показал, что это возможно, если мы уменьшим сечение благодаря наличию очень сильного обидного поля. И он показал, что для данного источника магнитное поле должно быть 10-14 градусов. Ну а как мы знаем из доклада Александра Полтовинова, в основном ременовские пульсары имеют приближенность магнитного поля 10-12 градусов. И понятно, что это очень важная одна из фундаментальных характеристик нейтронных звезд, и особенно для гневских пульсар. Поэтому, непосредственно после обнаружения пульсации одного источника, огромное количество авторов пыталось оценить, напряжаясь магнитного поля. Сделалось это в основном, не в основном, а только, на основании зависимости периода и производной периода от темпаогрессии на источнике. Как опять же говорил Александр Полтовинов, модель эта сложная, есть несколько вариаций этой модели, переносных двух моментов, и люди получили очень-очень разные результаты. Как вы видите, диапазон значений магнитного поля просто колоссальный. 10 в 9 Гаусс до 10 в 14 Гаусс. Таким образом, только на основании этих данных мы не можем точно сказать, какое магнитное поле, и нам нужно привлекать какие-то дополнительные наблюдательные данные, факты, чтобы все-таки поставить здесь точку. Тут я перехожу уже к нашей работе. Мы использовали обсерваторию Чандра, главной чертой которой является очень хорошее угловое разрешение. И она нам позволяет разрешить все точечные источники в Галактике, и определить четко потоки и сведимости от всех объектов. Галактика И-82 наблюдалась регулярно в течение 15 лет обсерватории Чандра, и она произвела около 30 наведений. К сожалению, не все из них можно использовать, как вы видите, в некоторых из них форма ПСФ кончена искажена. Мы не можем точно сказать, откуда потоки и сведущие источники. Поэтому мы оставили только 15 наведений. Значит, самое простое, что можно сделать с данными, это построить регулярно 200 источников. Вот это мы и сделали. Здесь видно, что источник очень сильно переменен, и можно... Переменность переменских источников, это, конечно, не новость, они все переменные. Но тут бросается в глаза, что источник находится либо в таком ярком состоянии, где его светимость около 1040-ой еркси в углу, либо опускается сразу до 1038-ой еркси. Значит, как это выглядит в изображении? Вот вы видите, все источники на месте. Они тоже переменные как-то. Но вот Х2 источник, он то яркий, то его практически нет. Значит, если мы будем анализировать кривую блеск, и просто построить распределение светимости, то мы увидим, что распределение это является бимодальным. То есть на самом деле у нас просто нет светимости в этот диапазон. А Нустар светимость не мерил? Ну нет, Нустар мерил в ярком состоянии, у него 1040-ой еркси светимость. Нет, потом он увидел, что уже источник прошел. Была кривая блеска? Ну нет, две точки, по-моему, были. Вот это все с публикации. Больше опубликованных нам нет. Они планируют наблюдать это в следующем году очень подробно. На самом деле, как я уже говорил, переменные источники это не новость. Но вот такое распределение я других примеров не знаю. И вот для иллюстрации мы здесь привели серо распределение светимостей другого хорошо расследованного источника rmcx4, о котором Сергей Мальков рассказывал. у которого есть суперобитальная переменность и как бы есть тоже высокое состояние и низкое состояние. Но даже для него распределение совершенно не бимодальное. Ну и мы переходим к интерпретации данного результата. Наша интерпретация, что это переход из аккретора в пропеллия. Идея простая, наверняка все ее знают. Магнитное поле вращается твердотельно с метронной звездой. И на каком-то радиусе скорость становится такая большая, что вещество не может преодолеть центробежный барьер и апплицировать на поверхность метронных звезды. Радиус этот известен, это радиус коротации, где скорость равняется на кеплевских скоростях. Здесь приведены две простейшие формулы. Это радиус коротации, это радиус мунитосферы, который выложен в какую-то долю админированского радиуса. Вот так выглядят предсказания для перехода из аккреции на метронную звезду к пропеллеру, то есть к аккреции на мунитосфер. Это из работы карпеллера 2006 года. Если падает терм маккреции, светимость падает до некоторой величины, до тех пор, пока радиус мунитосферы не сравнивается с радиусом коротации. А светимость у нас здесь яркая, потому что мы апплицируем на метронную звезду. Но как только радиусы сравниваются, вещество перестает проникать под мунитосферу, и мы апплицируем уже на радиус коротации и на радиус мунитосферы, что тоже самое предназначено. То есть мы можем предсказать, что скачок должен быть порядка отношения радиуса коротации к радиусу. Ну вот, это то, что мы здесь видим. Вот это предсказание, данные. Значит, как видно из формул, из этих мы знаем здесь всё. Тут мы не знаем только магнитный момент нейтронной звезды. То есть если мы говорим, что этот скачок связан с входом в пропеллер, то мы сразу можем оценить напряженность магнитного поля у данной звездной звезды. Формула. Как видно, тут один параметр неизвестен. Это магнитное поле. Ну, мы оцениваем его. Получает значение 10-14 Гаусс. Значит, что здесь вообще приведено на этом слайде? Это набор всех известных из литературы случаев пропеллеров для разных объектов. По оси Х отложено магнитное поле, полученное независимым способом. То есть из цикватронных линий еще как-то. А по оси У это вот комбинация В квадратных. Комбинация периода и исцветимости перехода. То есть вот литерная линия. Это как раз, как это сказать, вот этот пункт. То есть видно, что метод работает достаточно неплохо. И работает он неплохо на очень широком диапазоне магнитных полей. Мои заключения. Значит, во-первых, New Star обнаружил новый канал для существования для функционирования ULX. Это могут быть не только звезды, а и генерские пульсары. Мы показали, что распределение светимости на данной источнике герази бимандально. И мы интерпретировали это как переход в стадию пропеллер. Если это правильно, то магнитное поле есть 14-й. И это является первым, наверное, подтвержденным независимо от фиксирующим магнитаром. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, пожалуйста. Андрей. А ведь казалось бы, неважно пропеллер там или кто угодно, педингтоновский предел же все равно должен существовать? Вот я для этого показал слайды, даже рассказал имена и фамилии людей, которые в прошлом году рассказывали про это. Нет, неважно пропеллерский предел связан с собственными сечениями. В сильном магнитном поле это не работает. А сечение рассеи не меняется? Конечно. Именно для этого, то есть это еще один способ, будем предсказать... А из-за этого меняется магнитное поле? Именно, именно. А мы высочем, но оно весит 14-й. А вот такой же B. Да, да. Но оно сошлось. Но есть еще фактор геометрии, то, что эргенционная колонка, может быть, падает сверху, уходит в бок. Ну, это все и учитывалось. Это излучение верхней колонки. То есть, тут была построена модель колонки. И с любым сечением. Ну, то есть, в классе не только сечение уменьшено, а... С колонками? С колонками. В смысле, сбоконных системах. И давленное влучение противостоит магнитное давление на гравитацию. Поэтому можем достигать больше светимости даже при пункте. Может быть, свечение или геометрия? В свечении тоже, да. В свечении, в общем, нет. А здесь не посчитаем, что если 10-х, то это колоссальная вещь. Потому что... Здесь диклотронная частота... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Вы видите, они не согласны. Одни говорят, геометрия... Нет, 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 нет. То и другое. Но это играет по двусторну. У меня, в принципе, сходный вопрос, но про состояние, когда у вас светимости пониже. В этом случае он... В низком? Да, в низком случае. Когда вы говорите, у вас по сути все доходит до радиуса коротации, а потом, не знаю, улетает или что-то. Владимир, у вас же тоже будет сверх критическая операция. У вас сверхгейдингтон взгляда. Так ли? Как в данном случае подавление? Меньше 10 в 38? Ну, ой. Нет, не меньше, больше. 10 в 39. Больше будет. А это сверхгейдингтон. То есть, в этом случае уже магнитный напольник какой-нибудь не будет работать. Будет потому, что на расстоянии 10 радиусов нейтронной звезды. И вот то, ни геометрия колонки, ни вот этот резонанс, это ничем не поможет вам. Ну, тут я об этом... Не то чтобы не успел, оказывается, у меня было время надо это рассказать. На самом деле, как я вам говорил, скачок должен быть отношение радиусов коротации к радиусу звезды. И это 200, для данного случая. А у нас скачок всего 40. Это связано с тем, что пропеллер протекает. 2-3% вещества протекает. То, что мы видим, это все идет на самом деле. И магнитный поле, что на 40, что на 200, будет уже настолько слабое, что оно никак вам не ослабит томпсоновское рассеяние. Протекает, это значит, что мы все равно видим все со звезды. Основное случение здесь, это все равно со звезды. А то, что они протекают, это мы знаем. Просто из наблюдений. Потому что во всех остальных пропеллерах известно, что, во-первых, тоже соотношение, например, 50, не 200. И видны даже пульсации. Слабенькие иногда. То есть теории пропеллера как такового нибудь. Это такой суперпростой способ, что RCR, Rm мы сейчас остановим. На самом деле, конечно, не так. То есть там что-то раскатывали. И такие оценки, как вот 2-3 процента, они как раз и есть. Вот нам нужно 2-3 процента, чтобы обеспечить вот такое. Следующий вопрос, Сергей. Сергей, могу не спросить. Сейчас на другой конференции я слышал доклад на курирующей группе, забыл фамилию. Они говорили, что они не получают модальность нового активного ослабления. В общем, они как-то по-другому данные обрабатывают. Те же самые данные, Сергей? Ну вот я точно не помню. Те же или не совсем. Они же там плохие наблюдения выбросили. Значит, да, это связано с этим. Есть статья Брайкмана, она тоже не принята. И Александр Пастор спросил. Есть одна точка где-то вот здесь вот. Потому что они так же выкидывают все плохие точки, но они не выкинули. Вот этот вот сеанс. Один сеанс. И это именно вот эта точка, которая попадает между. А тут видно, что ПСФ совершенно искажен. И, ну, мы осуществили, наверное, сразу. Они почему-то оставили. Ну, мы обсуждаем все эти темы. Ну, так вот из этой светильности следует, что все-таки, наверное, с боков колонки излучения в окру это должна быть диаграмма пропеллерная. Тогда должен быть угорлый профитимпульс. Он наблюдается в частичной солью. Это тоже такая долгая история. То есть сначала была теория такая, что если мы туда ГСФУБИМ, если колонка, то туда ГСФУБИМ, если колонка, то туда ГСФУБИМ. Да. Все идет вниз. То есть тогда колонка, никакой веры в диаграмму, все утыкается в нейтронную звезду, обогревает ее, нагревает, и все равно будет там. Больше отражается электронно. Но мы же видим, мы же видим в ряде пульсаров изменение профитимпульса при увеличении светильности с одной горлупой на другую горлупую. Но это, казалось бы, интерпретируется как переключение с пенсами на последовательном уровне. У вас есть интерпретатор, который вам все что угодно, как угодно. Я очень готова представить. Баран, там же две колонки, в принципе, и ты можешь со мной колонки, а часть мимо пройти нейтронной звезды, которая туда уйдет. То есть там геометрических может что угодно. А почему вы переключаете, меняете? А у вас колонка большая становится. Большая, у тебя начинает лететь мимо. Вы так же видите, БНР никак не переключается, 1-пековый, 2-пековый. Там это очень хорошо. Хорошо. У меня вопрос, тот вопрос, который я хотел задать для этой дискуссии. Он очень простой. Есть куча OLX-ов и ясно, что после этого открытия люди пытались посмотреть не этой периода. Пытались? Да. Скажите, пожалуйста, какой результат среди? Никто никого периода больше не нашел. Никто не нашел. И что интересно не нашли даже в этом источнике. Это была работа Витя Барашенко. Они искали по XMM, но по XMM. Почему бы я вначале выброс не услышал? Почему был найден по Нюстару? Потому что он работает выше 10к. А пульсары они жесткие, то есть у них там еще есть сектор. Видимо, диффлюзные вручения галактики и другие вручные 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 вручные. И если вручные 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 вруч то если у вас достаточно там есть хорошая граница, то вы когда напеваете, то значит у вас нет извлечения, а потом в окошко вам все спит. И там была очень хорошая вещь, может быть, относится к вашему докладу. Дело в том, что вы видите при этом извлечении то, что делается на самой машине, когда в окошко выходит все. А дальше колоссальная энергия поглощается вот этим веществом, которое течет по мунитосфере. И оно переизлучает в более легких лучах, например, на кремле. И тогда, конечно, фаза другая, период тот же самый, но фаза другая и диаграмма совершенно другая. Но перед мягким диаграммом и жестким они совершенно другим. Это просто предсказание, когда у вас течет очень много вещества. Если интересно, я буду вам писать, Сергей, чтобы вы посмотрели. У вас есть за жену? Да, за жену. Хорошо, спасибо. В пункте я именно описываю это традиционное описание. Трубников, который посчитал для всего от эффективности до слабого эффективности. Ну вот здесь предлагается определенная схема, как рассчитывать вот этот механизм для всех энергий. Это пока не опубликовано. Готовятся статьи совместно с Юрием Поуты. Вот тут написан план этого выступления. Вот я тут перечисляю все предположения, которые делаются при синхротронном описании. Их довольно много. И самое главное, это что? Энергия. И все излучение идет практически в том направлении, в котором движется электрон. Излучение это непрерывное, и тогда получается универсальная функция, которая потом усредняется по распределению электронов, которое считается степенным, с какими-то границами, а при усреднении к тому же эти границы раздвигаются от нуля на бесконечность. И что не нарушает сильно. И тогда получается вот такая формула, в которой самое главное, это степенная зависимость, связанная со степенью распределения электронов. Но если лоренцовские множители электронов в газе меньше 10, то не все приближения здесь оправданы, поэтому нужно сделать более общую теорию. Нам приходится исходить из точных формул. Значит, сначала рассматривается излучение одного электрона, это начинается с формулы Шотта, которая обобщается. Это все сделано, обобщается на движение по спирали, а потом интенсивность излучения или мощность излучения переделывается в излучательную способность, то есть иначе коэффициент излучения. Вот эта формула известна в литературе. И здесь существенно, что есть дельта функция, потому что частота отлучается в определенной линии, в определенной частоте. Да-да-да, здесь все фиксировано, поэтому вот эта функция тут. Надо проинтегрировать это по функции распределения электронов, и тут предполагается, что эта функция может зависеть от энергии или еще от пид-чугла, то есть такая цилиндрическая симметрия. Эти функции должны быть нормированы, тут показано, как нормируется в случае, когда есть зависимость от этого пид-чугла или когда нет. И вот внизу написана формула усреднения по распределению электронов. Поскольку там есть дельта функция, то можно проинтегрировать по какой-то переменной, и вот здесь выбрана переменная именно пид-чугл. И тогда можно все эти результаты интегрирования выразить через некоторые функции, которые тут перечислены на какие-то значения. Ну и этому не стоит ввлекать в формулы, так сказать, но смысл понятен. И этот интеграл от дельта функции отличен от нуля, если, конечно, аргументы ее где-то обращаются в ноль. И написано здесь это условия. Условия ограничивают энергией электронов при заданных параметрах, а потом еще есть условия на номера линий и направления. Все это должно быть связано. Ну и тогда вот интегрирование по этому по распределению, по функции распределения. Вот оно в пределах по энергиям. И угол, вот этот пид-ч угла получается конкретным, входит только в функцию распределения. Если она не зависит от этого пид-чугла, то, так сказать, он вообще не фигурирует в формулу. А значит, если от энергии, то, значит, вот я сказал, тогда нет вообще. Излучение можно найти отсюда разные варианты, какие-то по каким-то переменам можно усоединить, какие-то закрепить. Вот здесь, значит, сначала излучение на заданной частоте при изотропной функции. Значит, надо просуммировать тогда по номерам линий. И вообще говоря, там и по углам потом. Пределы получаются определенные и внутри номеров линий. И можно проинтегрировать по всем направлениям, то есть найти полное излучение во всех линиях, во всех направлениях, при заданной энергии электрону. Тогда там возникает такой интеграл, вот здесь вот тут написано. Возникает вот такой интеграл под номером 23, который надо хорошо вычислить, а потом с ним можно проделать различные интегрирования, суммирования. Значит, можно сравнить эту вот нашу точную теорию с той ассинтетической, о которой я говорил в начале. Это аналитически точно показывается при больших энергиях. Эти формулы переходят в те, которые известны для синхротронного излучения. Вот они, вот эта формула. Кроме того, известно точное значение. Это просто полная энергия излучения или полная мощность. И тогда, вот тут вот такой интеграл тоже, он имеет точное значение, и мы можем вычислить наше. Вот тут приводится пример рисунок, пример расчета полного такого излучения при определенных значениях энергии, то есть вот этого Лоренцовского множителя. Все эти графики содержат бесконечные пики, но они хороши тем, что они логарифмически интегрируемые. На остальных нету, не указаны просто эти. Вот здесь у меня сравниваются те интегралы, о которых я говорил. Здесь вот точные значения и расчет, и погрешности, в общем, довольно маленькие. Здесь на последнем это гамма-мало-нс-с-множитель равен 2. Теперь, значит, в тех же самых обозначениях, которые я приводил там в начале, можно выразить и поляризацию. Для этого нужно ввести поляризационные базисы, так сказать, орты, и тогда будут параметры остолкса сначала выбором этих ортов. Один из параметров равен 0. Значит, сначала они вот такие, так сказать, исходные, потом приведены формулы после интегрирования по 5-чуглу. И, значит, потом выводится кинетическое уравнение этого процесса. Значит, вообще говоря, процессов много, но здесь рассмотрим только это. Для этого нужно ввести, как в той среде, ввести определенные орты. По этим ортам надо разложить поляризационный базис. Базис нужен внутренний, так сказать, связанный с магнитным полем, и внешний, связанный со средой. Между ними угол. Этот угол входит в матрицу, преобразующую параметры стокса, матрица Чандрасикара. И тогда уравнение, да, вот, значит, там появляется матрица излучения и некоторые векторы. Значит, все уравнение пишется в так называемых средних числах заполнения потонных состояний, но в частности и для параметров стокса. Уравнение выглядит вот таким образом, здесь, значит, здесь входит, вот, написано, спонтанное излучение, спонтанное излучение и принцип запрета Паули. Во втором там поглощение и вынужденное излучение. Ну, как всегда, вынужденное излучение ослабляет поглощение. Всегда энергии фотонов гораздо меньше, чем энергия покоя электрона, поэтому можно сделать некоторые приближения здесь. И еще последнее, как я рассматриваю, торможение вследствие излучения, это, так сказать, вот, тоже, в общем-то, известная вещь, да. Здесь просто это решено до конца, все формулы написаны. Вот это полное излучение, подбирается такая фиктивная сила, которая называется тормозящая, такая, чтобы потери энергии от этой силы были равны вот этим потерям на излучение. Тогда, значит, можно эту силу найти, и для магнитного поля она конкретизируется, затем можно к уравнению движения электронов добавить эту тормозящую силу и найти решение. При этом оказывается, что скорость вдоль поля не меняется, поэтому достаточно рассмотреть движение в плоскости перпендикулярной полю, и там получается затухание. Значит, затухает импульс, импульс, так сказать, стремится к нулю, но, естественно, 0, это 0, это 1, но при этом понятно, что электрон останавливается. Он теряет энергию, да, и скорость именно обращается вдоль, вот тут написаны соответствующие формулы, а тут картинки. А это временно вопросы мы оставили или нет? Оставим. Вот тут видно, как эта вот энергия от корней двух стремится к единицам, а импульс там стремится от единицы до нуля, а тут еще есть разность фазовых этих углов, которые тоже стремятся к некоторой пропорциональной температуре. Ну вот, и здесь тоже вот этот радиус, значит, тоже вот он вращается, ну, в конечную величину. Ну, на самом деле, тут у меня взята вот эта вот константа обратного времени равная единице, а на самом деле она очень маленькая, и поэтому на самом деле электрон будет долго-долго вращаться почти по кругу. Ну, вот за период, значит, это ослабление вот такое, и единицы это может быть равняться только если поле вот такое большое. Все, в общем, не бывает, потому что при таких полях надо уже вообще рассматривать не классическую, а квантовую. Да, это только в нейтронных полях, в нейтронных звездах будет решать. Так, все. Плохо. Есть много времени на вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. У меня первый вопрос такой, что, конечно, нас в реальных задачах нас интересует усреднение по какому-то реальному распределению, и на нейтронных звездах мне казалось всегда, что самое лучшее распределение – это, ну, людей сниматься. Нет, ну, с нейтронным звездам это все-таки не относится. Здесь поля, это классическая. Есть электронные звезды, поля, они здесь восьмой, здесь восьмой, здесь в один, они там. Так, и это открыто. Ну, можно. Но если, ну, мы выделяем при падении на поверхность до 150 метр на углу, поэтому электрон можно сделать рентивистским и так далее, если они не связаны. И вот есть много людей, которые считали для рентивистского массового электроника, в частности, проинтегрировали еще по распределению при разной температуре электронов. Когда у него температуры были выше, ну, порядка, там, одна десятая половина, масса электрона, два, три, четыре, пять, там, масса электрона. Это вот сборниках были, наверное, Андрей помнит, были сборники фактических классов, знаете, там, девять, что же, десять. Я радовался, что они у меня были вот в одной из них, может, у вас тоже есть, в психотеке растет в случае. Там, это то, что издавал Липан, такие сборники, поделки классные. И там есть статья от Трубникова, не знаю, может она где-то еще опубликована, где вот часть этих вещей сделаны. Я тогда там нашел ошибку, маленькую, ну, там, коэффициент две трети, что ли, я звонил Трубникову, он очень быстро согласился и сказал, что с такими вообще-нибудь идеями. У вас отвлекается он давно, что ли? Посмотрите вопрос. Я хочу сказать, что на все это написаны программы компьютерные. То, что у вас сделано хорошо, я не сомневаюсь, я вам говорю, что очень здорово проинтегрировать по... Это все-таки уже близко к приложению. Вот здесь у нас, я надеюсь, что... А что вы оставляете? Куда они? Я надеюсь, что это все с автором. Сереж, можно еще вопрос? Конечно. Дмитрий Сергеевич, а помните, мы с вами тоже обсуждали эту проблему, я вам привозил там ссылку, что решена действительно проблема для циклокронного и циклокронного и промежуточного для циклокронного излучения? Уже решена проблема? То есть это как бы... Видите? Я видел, но там это делается как-то из исходных формул, и все это интегрируется численно. Так, здесь все-таки предлагается некоторая схема. Схема расчета, да. Конечно, ничего такого революционного я тут не придумал. Но есть индикатор какой? Мы можем посмотреть на спектр какой-то источник? Да, я здесь не приводил, но у меня есть расчет, там задано какое-то распределение, в статье это будет. Ну, кроме того, я тут не давал ссылок на статьи, там все это кто-то есть. Хорошо. Мы с Глединым пытались использовать эти распределения, но тоже в 70-е годы. Иван Николаевич, он, наверное, убежал. Нет, нет, нет. Ты помнишь, да, у нас были с тобой, и там уже интересно получается, есть специальный забал с температурой максимума, а с другой стороны степень. Я вот только не помню, степень была, ну такая, она росла в сторону максимума, я помню. А я радуюсь, понимаешь, что то, что было сделано с тобой, но это сейчас опять работает. Не знаю, есть еще вопросы? Пожалуйста. Вы написали предел на поле, один на гамма, большое поле, предел когда на одном обороте молитвы. Ну вот я там в конце определил. Там один на гамма, а вот если гамма в общем порядка десятки, то уже не... Ничего, там уже 10, ничего. Уже если гамма порядка 10, то там уже можно переходить. Там очень быстрый этот переход. Я просто хочу заметить, что там спектры меняются, когда на десятки оборотов все высвечивается. Понимаете? Да, но вот... А в дорогу уже там есть режим, когда за один оборот... Абсолютно точно. Я просто хочу сказать, что вот то, что вы рассказали, это неприменимо как очевидно, так ли? Ну, наверное, да. Да, это значит, что на десятки оборотов все высвечивается. Это совсем классно. Но ограничения о том, как бы, да, всегда тогда уже выбрестки квантововый пределы? Ну, не совсем. Потому что, так сказать, есть базиклассические случаи, когда мы далеко от фондов, когда мы... Когда тоже можно формулу писать. Есть статья... Серия статей в 60-е годы Мао, по-моему, какой-то... Вот он писал... Мао-детон или... Нет. Мао какой-то там. Последний Мао. Я знаю, 3-й Мао. Это 4-й. Они не очень цитируются, но, в принципе, вот, когда, если с этой вибрацией статей звучит, то там тоже аналитики выписаны в классиклассическом случае, когда быстро теряется энергию. Ну, то есть... А вы можете прислать? Могу. Нет, если есть ссылка. Потому что Мао просто генеризирует. Да. Это... Есть. Пожалуйста. Спасибо большое, докладчик. Спасибо. Спасибо. Докладчик на стружке. Докладчик. Докладчик на стружке. Да, да. Докладчик на стружке. Да, да, да. Докладчик на стружке. Значит, из того небольшого количества микро-пазаров, которые мы исследовали давно уже, многие годы, я на этой конференции много раз об этом говорил по разным объектам, вот, этот объект выделяется, конечно, по многим параметрам, и вот, пожалуй, наверное, вот, особенно в обыкло это прозвучало именно в связи с тем, что вот, Вот в июне этого года вспыхнула эта звезда вновь, через 26 лет, с 1989 года, с мая 1989, она в июне вспыхнула, ровно там прошло такое время. И вот уже в будущем, так сказать, в эпоху интернета, мы, понятно, что уже успели, так сказать, проследить за ней достаточно быстро. Потому что в 1989 году, как вы помните, были и аукуциркуляры, которые, конечно, проходили через неделю, а то и через две, и, естественно, мы этого ничего не могли. — Но много вспышек тогда, а не менее? — Что делать больше двух недель? Ну да, ну не знаю, мы никогда не попали в это. — А сейчас сегодня вы смотрите? Ну конечно, сейчас, нет, я скажу, подождите, драматургии не ломайте меня. Вот, значит, ну вот эта вспышка в основном шла вот в этот период, вот с 15-го числа она вспыхнула, она возникла как вот триггер гамма-нет, вот такой вот свифтовский. И вот это вот начало, так сказать, события, получили сразу координаты, и, разумеется, понятно, что это был вот этот вот объект. V404, ну это в старом, так сказать, классическом обозначении переменных звезд. Вот, потом сразу ферми обнаружил тоже, и интеграл. То есть буквально, так сказать, друг за дружкой посыпались телеграммы, я где-то уже привожу их, вот здесь вот 68 телеграмм буквально за две недели было изнано. Из них две ротановских телеграммы, одна, это вооружение, а потом вот мощность вспышки, и потом и мастеры. Может быть даже не две, а может быть несколько. Но в МИ это не ЛАД, а гамма-успресс-каный прибор. Да-да-да. Это не АМУ-лучи. Ну, и ЛАД тоже, и ЛАД тоже, и ЛАД тоже. Вот как раз, вы смотрите, вот я здесь привожу, то сказать, что в этой программе ЛАДовской существует тысяча объектов, смотрится постоянно. Ну да-да-да, потенциально. Это БАД, не ЛАД. ЛАД это высокоэнергичный инструмент на Ферме, который... БАД, конечно, БАД, БАД. Я? Ну, БАД это в смысле Бёрд. Бёрд станал из Тескетерензии. А Ферме это не гамма-успресс-каный. Значит, вот в Сфитовском списке тысяча объектов с 2005 года состоит, и только 270 из них были обнаружены с критерием 7 сигма на уровне 30 миликрабов. Вот. И в статье 2013 года, ВИ-404, он не был включен в обнаруженные. То есть он сколько лет наблюдает его, и он ни разу не был обнаружен. То есть, слои людей, которые обрабатывают данные, они родились после первых пышек. Ну да. Вот. Понятно. Значит, вот здесь надо сразу вспомнить о накладе Анатолия Михайловича утреннем, который как раз прекрасно описал этот объект. И вот сказал, что они уточнили работу Казариса и Чалса, где была получена впервые функция масс. То есть, в принципе, сразу же было ограничение сделано на черную дыру, в том смысле, что она уж точно должна существовать в этой системе, определенный период с 6,5 дней. Но вот сейчас вот Анатолий Михайлович сказал, что на самом деле масса Казвезды всего 0,3 массы Солнца. Вот. На самом деле вот эта вот гинга, это что-то называется астро-си. То есть, если сейчас будет запущен астро-эйдж, то есть это восьмой или девятый его спутник, я не помню. Сергей, не держите нажатый. А сейчас... Гинга, это вот был астро-си. Вот. Значит, он был отрисовлен уже с... Вот, беда. Он был отрисовлен с объектом, который оптической новой, которая была в 38-м году еще зарегистрирована. Вот, понятно еще, так сказать, как давно были. Были в 1956 году были еще вспышки. Но, в общем, вспышки были на уровне, действительно, 12-й величины, где от спокойного состояния, допустим, на Паламаре, он, видимо, всего 20-я величина. Вот. И спустя вот в этот период мы получили, то сказать, радиострономы получили радиозлучение от многих телескопов, в том числе вот и Ротана. Значит, здесь просто некоторые подробности вот этих вот открытий. На самом деле, в 89-м году было 20 крабов. Вот. То есть, сигнал гораздо был меньше, чем в этой вспышке. Значит, ну что тут еще очень важно? Потоки были измерены в радиодипозоне, но довольно долго спустя, после уже максимума вспышки в ревнионском дипозоне. И поэтому потоки были, ну, на уровне всего там 1-1,5 янских. Вот. Ну, и причем интересно, что на следующий день после этого обнаружения потоки упали уже до очень маленьких потоков, меньше 100 миллиардов. Ну, вот это картинки известные из разных работ. Вот. Значит, вот эта система, вот она вот так выглядит. Вот. Это вот расстояние между Меркурием и Солнцем. Понятно, что это вот где-то 60 миллионов километров. Значит, здесь указана масса черной дыры. Вот эта вот красная стрелочка. Показаны эти вот 6 масс Солнца. Функция масс. Вот так выглядит сет еще в старых наблюдениях до вспышки. Вот. Ну, вот здесь, конечно, очень много оптического излучения, геновские излучения, ну, и радиоизлучение, полученное через наблюдение в спокойном состоянии виллы. Вот работа, которая будет издана вот в этом году. Ну, я еще не нашел ее, так сказать. Просто это чужой слайд. Но вот тоже получена сет в спокойном состоянии. И главное, что есть еще вот такая компонента, которая присуща вот глазарам и так далее. Так называемый селф-комптон, селф-сенкратрон-комптон. Вот. Значит, вот так выглядит кривая блеска, значит, свифтовская. Ну, то есть, в отличие от предыдущего вот этой вспышки, вот здесь очень много всяких вспышечек. Здесь вот крабов. Понятно, что вот 60 крабов, это просто, так сказать, источник самый яркий на небе стал в рентгеновском диамазоне. Вот. И понятно, что, значит, ну, это событие, конечно, грандиозное. Но, правда, здесь вот были многие еще и события до него. То есть, это только на десятый день после триггера. Вот. Спектр достаточно, ну, я не знаю, тривиальный, не тривиальный, но обычный в том смысле, что это ПАОЛО с обрезанием и с компонентой отражения. Ну, в общем, я думаю, что рентгенщики лучше понимают в этом. Вот. Вот так вот выглядит интеграловский спектр. Причем здесь вот разные, так сказать, приборы, но вот видно, что настолько сильно меняется. Здесь надо вспомнить работу Рашида Ильича вот в 1991-го года, где на системе, ну, вот на мире и на кванте было получено аналогичные спектры, очень тоже, так сказать, такие же переменные. И тоже были жесткие компоненты, была впервые тогда зарегистрирована очень сильно. То есть, это ясно, что вот один из признаков черной дыры, как бы, тогда уже был зарегистрирован. Ну, вот так вот выглядит кривая блеска в рентгеновском диапазоне. Вот здесь, видите, опять много очень компонент. И вот я еще раз хочу подчеркнуть, что вот максимум-то вот радионаблюдений, максимум вспышки радио, он приходится вот на эту, на эту часть вспышки. Не на эти, а вот на эту. Хотя, вроде бы, кажется, она не очень сильно отличается от всех остальных. Ну, вот сравнение оптики и рентгена, вот как раз максимум и вспышки, вот оптическая вспышка, а вот рентгеновская. Ну, в общем, здесь и можно найти и сходства, и, в общем, довольно значительное различие. Вот. Ферниданные, замечательные, тоже, тоже объект был очень сильный. Вот здесь он, он тоже достигал там десятков крабов. Вот. Вот, видно, что он тоже очень сильно переменный. Но, правда, интересно, что, вообще говоря, измерения были сделаны в фернии с помощью окултейшн. То есть, ну, просто с помощью Земли. Вот. И это, конечно, довольно интересный результат. В том смысле, что вот... Потому что это все направленные детекторы. Да, да, да. Но вот интересно, об этом говорили сегодня много раз, о этих полоспектрах, по, так сказать, мощностных спектрах. Вот интересно, что вот в момент максимальной вспышки, вот 26-ое число, вот эта вот, кажется, часть, вот видите, как сильно меняется спектр, очень большой, так сказать, такой вот шумовой пик приходится вот как раз на максимум, так сказать, вот рентгеновского звучания. Ну вот, это объект еще... То есть, это вот данные еще не публикованы, и я взял из чужого слайда, но ничего, кроме того, что здесь написано, я не могу сказать. Это на 60-ую минуту после триггера было, были организованы наблюдения VLBI, и они получили уже тогда. VLBI? VLBI. За 60. После... Ну вот написано 60 минут. Я не могу в это поверить, но вот как бы то ни было, может случайно они... У нас у них был цикл какой-то, а они случайно, так сказать, на это наткнулись. Но самое главное, что вот джет уже тогда они зарегистрировали, и мало того, они говорят о том, что по-видимому джет еще и поворачивается. То есть он процессирует, давайте так скажем, да? Ну, процессирует. Ну, баллистически процессирует, да. Вот. Значит, вот с правой стороны тоже интересная картинка... Да что ж такое? С правой стороны тоже интересная картинка. Здесь сравнение двух диапазонов, довольно сильно отличающих в 10 раз по частоте. И вот видите, 16 ГГц и 140 ГГц, как сильно отличается... Это день спустя после вот этого максимума, так сказать, главного, который 26 июня произошел. Вот так вот выглядит... Кто-нибудь видел синкратронное самопознащение? Сейчас дойдем до этого. Вот, значит, вот так вот выглядят интегральные картинки. Вот, ну, правда, я не очень понимаю, что означает слово «правит», но вот эти две... вот эти вот периоды почему-то здесь не существуют. А, разводка простая, потому что есть дежурные, которые всем данные сразу открывают. А это была заявка, смотря что-то конкретное. А, понятно. Спасибо. Значит, вот этот максимум, так сказать, радиовспышки приходится вот сюда, судя по всему. Но если сравнивать максимумы в радио и в регене, то получается, что радио даже раньше максимума. Но это уже странно. Значит, меня попросили специально сказать, как выглядит, так сказать, радио неба вокруг него. Так вот я скажу наверняка, что вот крестик, это карта relay NWSS каталога. Здесь все беленькие источники, которые здесь есть, маленькие компонентики, это все меньше трехбериянских. То есть это заметно мы здесь никуда не впадаем в лишнее ничего. Вот так вот выглядят оптические картинки. Замечательно совершенно. Вот эта картина, конечно, просто поражает. Сейчас я покажу ее в большом масштабе. Вот видите, вспышка на 6-7 величин в разных диапазонах увеличилась. То есть это где-то 250-300 раз. Но вот в оптическом диапазоне, вот здесь две величины, пик-то-пик, и вот эти пики, они приходятся приблизительно через 45-50 минут идут. Ну, что это? В общем, по-видимому, это какие-то нестабильности в диске, наверное. Так надо понимать. В радиапазоне очень интересный телескоп, который недавно был, так сказать, как бы модернизирован. Это бывший райл телескоп, который в... Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Бывший райл. Бывший райл. Нет, это тоже. Ами, это не вот это вот, а это гораздо меньшее штука. Нет-нет, это вот это и есть ами. Это окружение. Ну ладно. Как? Нет-нет-нет. Нет-нет-нет. Сережа, я... Вам даже не я видел. Значит, вы видели. Я не видел, но это... Ну хорошо. Значит, самое главное то, что этот телескоп романтизирован, и он смотрел после... Сразу же смотрел после, так сказать, этой вспышки, мысли, после триггера, через 2,5 часа. И вот они уже обнаружили через 2,5 часа задухающее радиозвучение. Не исключено, что вот тот пик, который приходится на вилпиальное наблюдение, он где-то вот здесь находится. То есть, не исключено, что он, да, совсем яркая была. Это 11 ГГц. Ну, а самая вот, так сказать, сама кривая блеска Эми, она вот выглядит в логерфическом масштабе таким образом, что вот этот пик, который приходится вот сюда, вот это 1,2 Янского, она, так сказать, гораздо находится ниже, чем полученный на ротане. Вот так вот выглядит переменность на субмиллиметров и миллиметров, и там на вилейные данные. Ну, самое главное то, что в течение 20 минут потоки менялись в несколько раз, а то даже на паре, на паре причины. Это, конечно, поражает в данной системе. Ну и конец, вот ротановские данные, которые здесь вот совмещены со слифтовскими данными. И вот, так сказать, точки здесь нанесены, вот эти вот точки, это вот как раз ротановские. Надо понимать, что здесь логерфический масштаб, понятно, что здесь от минимума до максимума здесь несколько порядков. Вот, поэтому, так сказать, вот вроде бы приходится на самый максимум. Причем, если говорить о, так сказать, о конкретном вот этом максимуме в слифтовском, то вроде бы мы даже раньше получили максимум. Что это такое? Может быть, на самом деле, ротановский максимум, на самом деле, где-то значительно выше идет потом, и достигает максимума не на 4-х янских, как получилось, а где-то там, может, на 8-ми, но, к сожалению, мы у нас рассудки наблюдаем, поэтому сказать наверняка ничего нельзя. Но главное, что, скорее всего, все это укладывается в вот такую классическую модель джета, где каждая из, так сказать, каких-то частей струи, она ответственна за сет в разных диапазонах, так сказать, от оптического, ну, не от оптического, а, так сказать, радиодиапазон, миллиметров, там, рентгены и так далее. То есть это все джета-проявления. Ну и вот то, что вы спрашивали, значит, была ли, так сказать, компонента, вот, так сказать, с синхротронным самопоглощением? Да, вот она вот есть. То есть вот это 26-е число, здесь спектральный на х-03, а вот здесь вот с нашими точками и одной точкой японской, вот этой вот точкой, мы вписали сюда совершенно точно, так сказать, синхротронное самопоглощение с показателем 2,5. Ну, радиострономы знают, что 2,5 это обычный, обычный, так сказать, показатель. Ну, вот формула вот так вот описывается, а вписывается, так сказать, Ну и, наконец, специально для нашей, так сказать, конференции, вчера был триггер, и этот источник еще раз вспыхнул, вот в 5 утра был триггер вчера, так сказать, от свифта. И мы начали наблюдать уже вчера, и 2 наблюдения проведено, с потоком где-то порядка 30-40 миллиянских, пока еще о вспышке не идет речь, вот, но, значит, мы пронаблюдали через полтора часа после роботизированной системы Мастер, ну и вот, если вы помните доклад, так сказать, Виктора Леонидовича, который обсуждал, есть ли вообще в САО мексиканцы, все-таки есть ли. Ну вот, спасибо. Первый вопрос. Виктор Леонидович, а вот по самоплощению, какое магнитное поле получается? А по самоплощению, довольно сложно ценить магнитное поле. А? Да, это, по-моему, размер. Это правда, это нужно же ЛБА. ЛБА, да. Ну, нет, магнитное поле я не могу сказать. Ну, ясно, что это все равно доли, очень маленькие доли Гаусс. Кто еще? Можно? Сейчас. Три вопроса. Алексей. У меня не вопросов на дегитаре. Похоже, слышка есть, потому что Андрей Сочный, гигагерцах, двоярцах. Да? Уже правильно. Не часа, два часа. Двенадцать часа? Ну, я не видел, если я здесь выиграл. Нет, 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 нет. Я еще не видел. Скептор действительно распрощен, но даже если брать вчерашний спектр, все равно там надо, констант, не знаю, нужно двести час увеличить, чтобы двоярцах получать. Ну, если спектр, мюнский применение. Кто это? Чьи это результаты? Ты не имеешь в виду? На РТ-22. А, на РТ-22. 36 мегагерц, я еще буду. Понятно. Ну, здорово. Что касается роптики, мы тогда также наблюдаем, что мы можем. У нас несколько спектр. У нас несколько спектр. У нас по улице Кучинский. Это Кучинский или Крымский? Крымский. Порядок Крымский. Здесь просто товарищи мне подсказывают, Крымский и Кучинский. Кто то, что Крымский работает? Ну, вот, пока если отечество работает, тогда ездит. Да. Следующий вопрос, Женя. Женя, только ты задай вопрос. Да. Дай вопрос, причем два коротких. Да. Два. Значит, первый. Мать. Значит, сколько, в течение какого времени Мать-то прописывает? Первый. Ну, а телеграмы есть. Ну, посмотри. Я не помню. Хорошо, второй вопрос, извините. Второй вопрос. Короткая фотометная. Значит, кто это делал, с каким он взрываем. Тогда это делает куча людей. Я могу помочь. С этим, помочь. Да. Помочь? Да. Значит, у них есть система Таоса. Значит, делали они планеты. Вот, они, понимаете, Там, замечательно, есть еще два дископа. Два с половиной метра, которые в ароматизировании, которые стоят и работают на это. Только на это. Только на трензиентах. Вот у нас совершенно поражение. Отпишись. Другой вопрос. Следующий вопрос. Последний. Андрей. Я вот не могу понять, но ведь этих вспышек уже вру миллион. Почему вы все так радуетесь? Радуемся. Почему? Потому что вспышка рекордная. Потому что во время этой вспышки обнаружены какие-то новые совершенно явления, которые раньше не были обнаружены. Судя по всему, джет. Я понимаю, что вы их толком не умеете интерпретировать. Ничего вы из этого не получаете. Но вы представляете себе, извините, просто я облезу. Это объект, который в куче диапазонов самый яркий на небе. Никто не может с ним интерпретировать. И вот вы можете на маленьких инструментах получать жуткую детализацию. То есть вас радует, потому что вы свои игрушки. Мы можем... Нет, нет, нет. Нас радует то, что мы можем получить информацию, которую мы не можем получить ни от основного у вас. Потому что то, что кто-то у них объект, который он будет включать громаду, чтобы что-то увидеть. А здесь вот люди рассказывают просто и работал в голове. И вот в куче, и он сразу видит. Вы понимаете, я не слышал, что нет, это у тебя. Это такая яркая вспышка. И вы видите классические вещи на ней. Из чего вы можете выделить, что будет выполнять срочек. А если люди успели одновременно посмотреть на сфер-патрионные машины, на LPI, это когда интерферометр с диаметом, в этом моменте мы разрешаем G, тогда вы получаете угловой размер, вы можете магнитрофоры найти и все, только по классическим конкурсам. То же самое... Это же было сделано, я не знаю, что-то и когда. Что? Не для этой вспышки, а для других. Нет, для других вспышек не было. Для других вспышек не было. В 89-м году было вспышка. Вембриарных объединений не было. Вембриарных объединений тогда не было. Нет, ну таких ярких объектов у нас все время было 2-3. Эту вспышку вы так хорошо промерите, что больше... Да, мы очень много узнаем и поймем. Потому что люди смогут сейчас спектр рентгенов не померить. У нас другая беда. А эта вспышка не прекращается? Нет, она появляется и исчезает. Вы будете ее мерить и мерить? Нет, она продолжалась почти 2 месяца. Даже вот в сентябре еще оптика была выше. А сейчас была опять появилась. Это звезда, вот Черепачев рассказывал. Каз звезда 0,3 массы Солнца. Я на таком расстоянии... Сколько сейчас до нее расстояния? 2,4 десятка. 2,4... Как в 89-м году? Да. Да. Я сам расстояние изменилось в мире. А вот поскольку... Не-не-не-не-не... Какой же вы себя определяет? Да. Сейчас же кучу моделей построили. Подлощение в Ниндвере, в следующих годах и так далее. Но вы себе представляете, звезда, которая абсолютно не видна, эта звезда становится ярчайшей, что вы ее смотрите... Мастер ее видит. Понимаете? Просто... Это же город мира! Сразу с домом! Я там снялся, я там не так понял. Можно кучу вещей увидеть, которые нормальные ситуации на Ниндвере. И временной опережиссы, как говорил этот момент, с точностью полсекунды меряют, как там ездит там флотуар. Там вот явно. Да. Терронный кормитель. Спасибо докладчику. Здесь человек, который очень точно проверил расстояние, выяснилось, что это не один. А сколько? Прямо под один тон, правда. Да, кто-то... Через ВИЛ-5, да? Один и один. Один тон. Если формально. Это все не единциональное. Тоже интересно. Следующий докладчик. Спасибо, что... Поиск гамы излучения от двойных систем с мощными сталкивающимися витрами. Смотрите, какой молодой, а уже везде окопался. И мне объяснялось. Потому что самый устойчивый, когда три доки. И у него уже три доки. Я спрашивал, зачем он мне это все другое? И он мне сказал, что вы знаете, какая фигура самая устойчивая? Я сказал, что три доки. Так марсианин из войны миров. Начну с... Что значит... Как я написал? Гамма излучения. Какое гамма излучение? Гамма излучения высокой энергии, то есть наблюдаемое инструментом фермилат. То есть выше 100 метров. Инструмент работает прекрасно. И по данным четырех лет построили потолок источников. Там более трех тысяч источников. В основном большая часть это глазары, много очень пульсаров, остатки сверхновых, полерионов. Даже новый, там, четыре или сколько-то штук есть. И только один уникальный представитель... То есть есть класс с одним представителем. То есть, можете это назвать классом, не знаю. Это обычная двойная. Обычная двойная она, условно обычная. Это Келян. Недавно была работа, которая показала, что таких систем, типа Келян, порядка одна штука на два, типа, в личный пункт. Это со стороны наблюдений. С другой стороны, со стороны теории, уже больше 20 лет у нас такие двойные системы, массивные, с массивными звездами, сильными метрами, рассматриваются как класс возможных источников высокого изучения в этом диапазоне. Что там есть, некое ускорение частиц, это известно, потому что нетиповое изучение уже наблюдалось в радио. Но есть и другие источники, кроме этой Келян. Откуда возникает изучение? То есть, необходимые условия, нам необходимы два мощных сталкивающихся вверх. И когда они сталкиваются, возникает ударная волна, в которой должно идти эффективное ускорение и, возможно, после этого изучение гамма-диабазона. Оптиматика, то есть идеальные, самоперспективные кандидаты, это системы типа Вольф-Рае плюс какой-нибудь массивный второй компонент. То есть, известно, что темп от 3 массы Вольф-Рае звездок может достигать 10-4 масс Солнца в год, скорость в среде тоже великит до 1500 метров в секунду. И то есть, мощность ветра достигает 10-37 метров в секунду. И мы сконцентрировались на компоненте Вольф-Рае плюс по азиототиповому. Озвезды тоже являются мощными источниками ветра, но, тем не менее, мощность импульса от Вольф-Рае на два порядка превышает. И поэтому область взаимодействия, где давление уравнивается, она прижимается к Озвезде. И то есть, в среднем, где-то, если соотношение импульсов 10-2, более-менее стандартная величина, то прижата к Озвезде на, соответственно, 10% то есть, одна десятка от расстояния между звездами. И с чистой геометрической соображением можно оценить долю энергии ветра, рассеиваемого соним взаимодействием. То же самое это умножить на общую мощность ветра. То есть, всего 10-35 секунду мага оцента сверху. Вот картинка из Эйхлера и Уссова, это та основополагающая статья, о которой я говорил пару минут назад. Вот оба звезда, и вот ветер. Ветер сталкиваются от зоны взаимодействия ветром столкновения. Нас интересует, прежде всего, вот эта зона. Конечно, эта идея не является оригинальной. И поиск и изучение проводился еще и в игре. Верхние пределы были поставлены. Но и уже именно с использованием данных ферми группа немецкая определила 7 самых перспективных кандидатов и стала искать изучение. Ничего не нашли. Только верхние пределы. Но в их работе было использовано только 2 года данных. Что изменилось? Теперь не 2 года, а 7 лет данных. Потом реконструкция тоже сменилась. Они, по-моему, пас-6, сейчас пас-8. Поэтому эффективная площадь увеличилась минимум на 20%. То есть количество событий учитывилось или так учитывилось. Также новая ученая модель фона, новый каталог источников. То есть анализ имел смысл провести снова. И вот эти 7 источников дали анализ. И для 4 из 7 ДЭС превзошел некий порог 25. То есть 5 сигма. Ну, конечно же, каждые 3-4 источника. Но надо всегда некий скептицизм сохранять. И так как большинство источников, все кроме одного очень низкого галкоскости, там, Крабус, 1,5-2, это может просто артефакт фона, очень яркого галактического фона, прикаляющего из галактической плоскости. Как это проверить? Просто построить карту статозначимости с центром на источник. Для всех 4-х кандидатов были построены такие карты. И видно, что для примера взял один, ДВР-147 выглядит примерно так. Вот положение источника, а вот карта статозначности. И видно, что это всего лишь очень яркий фон. Нам дает видимое совпадение с положением источника. Однако это не все так плохо. Для одного из 4-х, конкретно для ДВР-11, совпало с точностью до 3-х минут дуги положения. Центроида яркости и положение звезды для Фермии, это очень неплохо, учитывая тому же низкую статистику фотонную в данном конкретном случае. Поэтому дальше я буду это назвать, что это не источник, совпадающий с ДВР-11 или гамма-парусов, а будет просто называть это гамма-парусов. То есть что это за система? Ближайшая система к нам с Вольф-Рае звездой, а это тем более с Вольф-Рае плюс О, на расстоянии 340 парсек. Если это не там задумывается, то если этот Вольф-Рае взорвется гамма с плесками и нам не повезет, то нам действительно не повезет, потому что 340 парсек – это летарный градус. Система тесная, то есть большая полость, чуть больше астрономической единицы, периода обращения 78,5, и достаточно синтетична, то есть эксцентиситет 0.3. Ну вот физические характеристики, темп батареи массы достигает 10,5 массы Солнца в Вольф, то есть что нам дает светимость 5 на 10,6 р к секунду, не светимость, а, извините, мощность ветра. И с этими параметрами в зоне столкновения метров рассеивается 2 на 10,5 р к секунду. При инсцитировании самой простой модели у степенного спектра значимости, составившей чуть больше, чем 6. Ну, раз степенная модель описывает спектр не очень хорошо, спектр лучше описывается с более сложными моделями, то есть или О, парабуа, или, так сказать, степенной спектр с двумя покорниками, двойной степенной спектр, пробный полон. Все равно даже эти усложненные модели недостаточно хороши, потому что в данном источнике есть жесткий хвост. На энергиях выше 10 герц нужно добавлять второй компонент. Вот так выглядит спектр. Мы видим, вот тут, в принципе, тут завал ниже, 300 мФ, мы не видим ничего, тут нормальный полон, а тут воплощение. Что очень приятно, что мне немного убеждает в реалистичности этого сценария, что если мы посмотрим на нашу прекрасную эту Келя, данные по полной орбите, по всем 50,5 годам наблюдений, вернее, вышел в начале 2015 года, видно, что спектр меняется в зависимости от фазы. Вот этот спектр далеко от Периастра, вернее, от Паспи, а вот спектр в Периастра. И вот тоже видно это ухлощение, появляются вторые жесткие компоненты. Спектры, на первый взгляд, похожи. Конечно, эта Келя имеет большую полость 15 страницных единиц, но она очень эксцентричная, 0,9, и минимальное расстояние между компонентами 1,5 отранечных единиц, что сравнимо с расстоянием в системе гамма-грусов. Так что, в принципе, можно ожидать похожих резервов. Так, теперь поток очень маленький, 2 на 10,6, это все выше стандарт. 2 на 10,6, 2 на 10,9 сантиметров, энергии поток 2 на 10,3 на 10,12, ну и светимость, если мы берем расстояние 140 парсек, чуть меньше 4 на 10,31 секунду. Это где-то на 3 порядка меньше, чем светимость Эдакеля. И если смотреть, какая часть рассеиваемой энергии стандартных светов переходит в гамму, это 2 на 10,4. То есть эффективность умеримая. А сколько вы за Келя? Сейчас только не знаю. Вы имеете в виду, сколько кеметической энергии? Да, вот это отношение, 2 на 10,4, там довольно порядок? Нет, я думаю, нет, потому что там на 3 порядка больше гамма светимость, а, наверное, на генетическом, возможно, на 2 на 8. То есть я думаю, там чуть поэффективнее. Ну, процент... Процент тут 10, да? Да, где-то так. Ну, вот, к сожалению, это так и апректик, вот прям, он зафлажит. То есть это в режиме реального времени. Какое происхождение звучания? А, что инфекционное? Симуляции, там действительно тяжелую симуляцию, потому что файл архива весит 80 мегабайт, показывает, что, скорее всего, при таких малых расстояниях адронный процесс, то есть это ПП, пионы летят, а электронные начинают играть значительный роль, когда расстояние между компонентами увеличится, потому что тогда электроны могут ускориться для высоких энергий, потому что фотонные фоны уже, на такой игре, ну, менее поздно. А вот когда на одной астрономической единице, то просто электроны не могут, не ускоряются. Ну, к симуляции, конечно, это очень хорошо, но если все-таки работает лептонный механизм, то можно и соотношение светимости в гамма и в радио, это порядка радио в почти 10 тысяч раз меньше светимость, чем гамма, можно отсоединить магнитное поле. Потому что это будет тогда присып магнитное поле, то есть радио нам даст синхротрон, то есть синхротрон нам даст радио, а гамма будет проходить из-за обратной комнаты. И так как мы знаем, что плотность фотонов на таком расстоянии, 14-12 см, 3 звездных радиуса, оценка светового поля будет 2 Гаусса. В целом заключение, что был проведен поиск гамма-излучения при энергиях выше 300 МФ от нескольких самых перспективных систем с мощными витрами. У одной системы гамма-курсов-излучения было обнаружено на уровне 100 значимости больше 6 Сигма, светимость 14-131, спектр состоит из двух компонентов, жесткие компоненты выше 10 ГФ, как у этой Келях, и можно сказать, что массивные двойны – это новый класс высокоэнергических источников. Спасибо. Спасибо, Максим. Вопросы? Костя. Максим, вот эти два Гауса – это поле, которое несется в детский образовательный полный длительный? Как там, сначала берется у нас один поле, а потом там он уже идет на один длительный. То есть это да, это святка, это поверхностное поле, это сколько там, 20 Гаусс, 100 Гаусс звезды – это поверхностное поле по звезды. То есть это… Нет, это поле, нет, нет, более это звездное поле. Я понимаю, что звезды, но это же оценка там где-то длительный. Да, 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 это на трех радиусах звезды. Значит, на самом градусе у них там украсть больше, да? Ну, с вами, то есть это, вряд ли так, потому что она должна быть больше. Там же она еще поджатая. Да нет, поджатие есть. Это… Два Гаусс это малое вообще. Мне кажется, два Гаусс это маловато для звезды на трех радиусах – это просто иллюстрация. Потому что там должно быть, ну, 100 Гаусс на поверхности, так, не 10. Ну, здесь на трех радиусах. То есть, золотарус на трех радиусах, на трех радиусах – это мало. Следующий вопрос, Ватрили. Ну, мне показалось, это очень интересно, что вы рассказывали, потому что… Я не знаю, правильно это мне показалось или нет. Потому что, например, Ватсман со своими студентами очень много работал над тем, что на аккреционном шоке, когда идет аккреция на галактику, там тоже будет гамма-излучение. Здесь тоже, ну, там неважно, аккреция – тоже ветер. То есть, получается, что при любом столкновении ветров, как бы, гамма, тут есть какое-то, действительно, то же самое? То есть, это некая универсальная такая вещь? Ну, там же нужно, во-первых, только ударного… То есть, когда эти ребята считают, и когда Ватсман считают, это все одно и то же, просто наивное, там, я не знаю, 1% от энергии? Нет, нет, это же все, и там, опять же, очень много химии. Там нужно, мало того, что разогнать, там нужно разогнать частицы, так потом эти частицы еще должны взаимодействовать с ветром, чтобы разогнать хорошо. У нас, кстати, в этих ударных волнах гигалактических мы частицы разогнаем, и они улетят. Есть такой метод генерации сверхвысоких энергетикосмолучей. Но тут нам нужно не только, чтобы их разогнать, но нужно еще все практически, так, ну, большой эффективностью поглотить пер, протон-протонное взаимодействие, чтобы… Работы разные. Ну, тут они тут работают, а вот в Международской это малая вероятность, чтобы у нас хорошо организованное было гамма-излучение, потому что тут хороший также взаимодействие еще, много материи. А в Международской… Нет, но он говорил, что электронные тоже есть. Электроны намного нужны фотоны, тут и фотоны. Там светимость 10 в пятом, там светимость 10 в пятом солнечной, там фотон знак. То есть условия совершенно разные. Например, у этой геля там 10 в шестой мат солнечной светимости. То есть там даже на десяти остальских единиц там фотонов столько, что может на все что угодно. Да, 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 там 2, по-моему, 2, плюс 2, по-моему. Вообще, это значит, еще очень похоже на то, что Быков рассказывал. Да, да. Да, очень похоже. Он сам обзорил, как раз приводил примером, там обзор прошлого года, поэтому там еще этого не было. Откуда Вы знаете параметры звезд так точно? Вот Вольфрае плюс О, там три вот известно, все известно. Ну, потому что она близко, ее хорошо наблюдали в оптике, в рингене, во всем. А это Карина, это Килианна, что там же вторая звезда, неизвестно. Нет, не очень известно, там у меня звезд, по-моему, чуть ли не по порядку. Да, не Вольфрае, не видите, вот тут. Там, там 30-180, потому что там еще эта команда затемняет. Ну, то есть тоже замечательная капитация. Если вопросов больше нет, поблагодарим тогда. Супер вспышки на звездах малых масс, магнитная природа и возможности наблюдения высокоэнергетических явлений. Значит, наш доклад взорвнет Вас из космологических дали и эзотических объектов к нормальному звезду, в общем-то, в недалекое окрестностей, примерно, в Солнце. Мы заинтересовались этой проблемой в связи с появлением несколько лет назад результатов миссии Кеппера, которая обнаружила вспышки на 2, 3, 4 порядка более мощные, чем обычные вспышки на Солнце. У Ж-звезд. И нам, по крайней мере, мы заинтересовались тем, что это за Ж-звезды. Вот первые результаты посмотрели примерно полмиллиона звезд. Из них было отобрано в первом сете 160 тысяч. И это было обнаружено только на 280 звездах полторы тысячи вспышек примерно. То есть это за какой-то интервал времени примерно 57 вспышек за 500 миллионов. Что это за Ж-звезды? В основном, это звезды, которые вращаются с периодом около одного дня. И максимум приходится на период примерно 15-18 дней. Максимальное число вспышек на этих звездах также приходится на звездах с периодом около 3 дней и небольшой максимум на 15 сутках. Ну и максимальные вспышки ровно такое же распределение имеют. Как это выглядит? Значит, на вращательной модуляции есть такие пики. Это звезда вращается с периодом около 4-х суток. И есть режим одноминутного разрешения и 30-минутного разрешения. Вот так выглядит кривая блеска. То есть можно сказать, что она имеет импульсный характер. И более точные, конечно, данные для одноминутного разрешения, поскольку в больший интервал времени могут проваливаться многие вспышки. Что касается этих объектов на диаграмме экскандартной, то это главный последователь, немножко звезд, чуть большего радиуса. И вот энергия вспышек в зависимости от радиуса была рассмотрена примерно вот, ну, вот это Солнце, 10-34-е и несколько больший радиус показывает более мощные события. Что касается частоты вспышек на этих звездах, это примерно одна вспышка в сутки для вращения до 10-ти суток. И если построить вот частоту этих явлений, начиная со самых слабых вспышек на Солнце, то это примерно единый ряд. Вот тут нано-вспышек, субвспышек, микровспышки, обычные, типичные вспышки, максимальные на Солнце, это 10-32. И вот вспышки на же звездах, они могут достигать действительно на 2-3 порядка более высоких энергий. Это полные энергии. Если также представить энергии, полные энергии события в зависимости от площади активных областей, вот это солнечные данные, здесь примерно 50 тысяч вспышек зарегистрированных поясом, то видно, что вспышки солнечные по площади активных областей, это несколько единиц на 10-19, это 0,3% солнечной поверхности. И вспышки, которые вот на этих же звездах, они заведомо имеют площадь до, могут, площадь активных областей на этих объектах, это 15-20-25%. Ну и частота вспышек на более слабых объектах, которых в галактике наше большинство, это М-звезды, это известная кривая энергии в полосе В, от частоты событий, она показывает, что примерно, если мы рассмотрим положение энергии солнечных вспышек, будет соответствовать частоте вспышек на вспыхивающей звезде, прототипе этих звезд в Китае. Ну и ясно также, что, и это относится к максимуму цикла, вот в 80-х годах, более мощное явление происходит на звездах рассеянных вступлений более молодого возраста, ну и вплоть до явлений в самых молодых звездах. И вот это, общий такой ряд этих явлений позволяет нам сказать, мы долго это анализировали, что импульсные явления, импульсные вспышки на поздних звездах имеют такую же магнитную природу, как и на Солнце. Ну, если, вот я уже говорила, самые большие солнечные вспышки это 10-32, и если мы рассмотрим Ж-звезду, вращающуюся в 2,5 раза быстрее, это примерно период 10 дней, это будет соответствовать молодому Солнцу в возрасте 1 миллиард лет, то на нем возможны вспышки до 10-34 в связи с тем, что вот все данные, которые сейчас имеются для Ж-звезд, показывают, что магнитное поле всего, не всего, а в 10 раз превышает то, что наблюдается как общее поле Солнца. Если мы берем квадрат, то вот два порядка мы имеем из магнитного поля. Поскольку сейчас очень хорошие есть данные по полному вектору магнитного поля, есть магнитные карты, которые позволяют считать магнитный поток на Солнце, то вспышки, как эволюция локальных магнитных полей, они, в общем, заметно имеют магнитную природу. Ну, здесь речь идет о частоте вспышек. Действительно, на Ж-звездах вспышки могут достигать 10-36, и они более, не столь частые, чем на М. Тем не менее, вот самые мелкие звезды, это 0,1 радиус Солнца, могут давать 10-34. Ну, и мы сейчас далее рассмотрим, какие солнечные явления могут быть сравнимы с этими. То есть, вот признаком самой большой солнечной вспышки является эффективное усторение частиц. Поэтому здесь можно будет понять, насколько эффективное ускорение может быть на звездах. Ну, вот мы здесь показываем, как развивается после выделения, после... как работает импульсная звездная вспышка и вспышка на Солнце, когда происходит быстрое ускорение частиц и воздействие на нижележащие слои, возникает отклик нижележащих слоев на нагрев, идет обжиг фотосферы, затем идет испарение газа в петлю, работает второе основание петли, и взрывное испарение заполняет горячим газом эту петлю, и в ходе движения ударной волны в фотосфере возникает конденсация, достаточно плотная, которая дает оптический континуум в этих вспышках. Это работы Костюм Пиккельнера 1975 года, это работы наши 1981 года, и более поздние для звездных вспышек 1997. На эту тему есть масса работ, выполненные группой американских авторов Фишера, и сейчас начинают... в общем, эти работы до сих пор актуальны. Значит, если мы посмотрим, какой площадь соответствует белой вспышке на Солнце, то вот это одно из событий. Вот белая вспышка, это около пятна происходит, около большого, очень сильного магнитного поля. Здесь площадь белого свечения 3 на 10,16 квадратных сантиметров. И сейчас это подтверждено и наблюдениями более современными. Если мы возьмем большую энергию на 2 порядка, и поскольку это чернотельное излучение, то мы можем определить для вспышки длительностью 300 секунд площадь, которую мы оцениваем как 10,19. То есть это уже совпадает с площадью ашальфу свечения на Солнце. То есть это очень большая площадь для вспышки. Ну и, наконец, как следствие вот с этой нашей газодинамической модели, мы можем рассмотреть, если спектр частиц достаточно жесткий, то, во-первых, можно оценить микроволновое излучение для вот этих мощных вспышек, а также образование лития во время этого нестационарного процесса. Вот в свое время Левши Цембеловым была высказана гипотеза о том, что где и как ускоряются и космические лучи, и наиболее эффективное ускорение происходит в... Есть три источника жесткого рентгена и оптического континуума, которые являются индикаторами этого ускорения. Вот, значит, источник в одном основании петли, во втором, и затем вдоль нейтральной линии, когда это аркад уже начинает работать. Вот эта гипотеза была подтверждена наблюдениями и интерпретацией, выполненных на рессе в диапазонах 25-50-50-100. И действительно, авторы показали, что жесткий источник располагается в основаниях петли, вершины петли. То есть это жесткий по энергии, но наиболее жесткий по спектру. Источник располагается на уровне нижней фотосферы. Для этой же вспышки был получен спектр на коронос, на коронос, извините, на коронос-ф, это спектр РСС, вот красная, а на коронос-ф видно, что доходит спектр до почти свыше 100 м, то есть до области, где пенолинозовый. И удалось рассчитать микроволновые излучения для этого большой импульсной вспышки, это примерно 10 в пятых солнечных единиц потока, то есть это гиросинкратрон электронов с энергией около 1 м. Для другого тоже мощного события мы уже рассчитали по определенной, по программе гиросинкратрона явление октября 2003 года. Здесь задается параметр петли, задается магнитное поле. И видно тоже, что в диапазоне от 10 до 100 гигагерц максимальный микроволновой поток может достигать 10 в пятых солнечных единиц потока. То есть вполне достаточно большой. Ну и если, наконец, экстраполировать вот эту связь микроволнового рентгеновского излучения на два порядка выше, то мы можем сказать, что вот вспышки, если для вспышек на уровне 10 в 32, поток на 35 гигагерцах пропорционален полуторанной степени полной энергии. И используя такой же закон для более высоких энергий, мы можем оценить поток на 35 гигагерцах на расстоянии одной астрономической единицы 10 восьмой для большой вспышки, для 10 в 34. И это будет соответствовать вспышке в 2 милианские на расстоянии 100 парсек. То есть вполне можно регистрировать и, собственно, такие, по крайней мере, на красных карликах такие потоки регистрировались во время артементных гигагерцах. Что касается Ж-звезд, пока я такой информации не имею. Ну и, наконец, известно, что самые жесткие солнечные сплетки, они дают данное излучение, вот доходя до очень высоких энергий, до тоже распада пенолимизонов, где регистрируются ядерные линии, и здесь вполне в состоянии быть зарегистрированы, ну, то есть это и регистрируется в настоящее время. Но что касается вот одних из самых мощных вспышек на красных карликах, я хотела бы подчеркнуть, что вот есть наблюдение на звезде М5, карликах 5, здесь в Иксовом Ньютон регистрируют два рентгеновских всплеска, которые соответствуют основаниям одной и второй петли, звезда очень маленькая, это 0,1 радиус Солнца, колоссальный оптический всплеск, который зашкаливает, и здесь уже реакция на воздействие первичного энерговыделения, реакция атмосферы, она отличается от того, что мы видим в газодинамической модели. То есть это есть указание на то, что все-таки большие вспышки это есть нечто особенное. Ну, и, наконец, вот есть еще из немногих таких данных для М-карлика М3,5, данный конус Вин и Свифта вот для жестких диапазонов и одновременно вспышка довольно небольшая в полосе У, где было зарегистрировано доросцентное свечение в линии К-Альфа, железо. И на Чандре это была зарегистрирована линия вот эта К-Альфа, железо, вот клубля ДФРМ-25, что показывает все-таки, что здесь есть источник очень большого ускорения частиц. Ну, и ровно так же я могу сказать, что были сделаны оценки для возможности появления лития во время солнечных вспышек, это Левшица, 97-й год, и было несколько наблюдений всего этого вспышки 89-го года Ленинстона, и что касается звезд, лития названа при звездных вспышках, то было всего одно такое уверенное наблюдение, это большая вспышка на поздней звезде, К-2, зарегистрированные испанскими коллегами. Ну, здесь еще нужно сказать, что есть регистрация лития, которая вот авторы связывают с тем, что на звезде, я имею в виду, что звезда очень большая площадь активных областей, если эта полусфера достаточно активна, то благодаря диффузии эти атомы живут там несколько часов, и удается просто по поведению вращательные модуляции тоже обнаружатся в литии. Это касается звезды в отельку. Лития в период вращения тоже порядка, но это, правда, указывается, да, насколько я помню, несколько дней вращения. Ну и, разумеется, если будет обнаружено усиленное отношение литий-6 к литий-7 во время вспышки, тоже будет индикатор большого количества частиц. Наши выводы сейчас вышли в декабрьском номере Solar Physics, более подробно можно это прочесть. И, ну, призыв у нас такой, что, в общем, нужно наблюдать, но вот если вы солнечный, то невооруженным газом телескоп можно смотреть только два раза, поэтому используются другие. Спасибо за вопрос. У меня вопрос. А, прочитайте. Нет, 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 нет. Ну, мы одновременно подходили, вы можете задать вопрос. Бывает, что-то. Жу, я не знаю, может быть, вы теряете. Может быть. Но, вот, меня очень заинтересовало увеличение отношений литий-6 к литий-7, но, я даже не знаю, там тоже есть линия... литий-7, но, вот, это, да, да. В шестьдесят семь и восемь, это для нас, или нет. Нет. Нет, нет, нет. В актическом. А, в актическом диапазоне. Нет. А, в актическом диапазоне. А здесь моя оценка сделана по верхнему пределу, который дал рамоте, так сказать. Рамоте, то есть, да, да. Да, да, да. Да, да. Гаммальный. Да, да, просто верхний оценок. А, я не помню. Где-то... Главное, что... Главное, что... Да, галактики есть. Галактики, да. Вот штуки очень. Да, это... Балактики очень. Забыла я сказать... В шестом пределе это легче видеть, но просто нужно, чтобы энергия была... Это очень важно, потому что ЛИТИ-6 в космологии почти не происходит. Он когда-то хватом даёт ЛИТИ-7, ЛИТИ-7. Как правильно понял эту первую работу? Я переоценил ЛИТИ-7. А можно ли что-нибудь сказать? Есть ли какие-то прямые оценки по производству позитрона? Не косвенные, а прямые. И второе, а что вам сказать о производстве позитрона по гигантским вспышкам? Я не понял, а первый вопрос. Вы знаете, я сделал эту работу таким образом. Я прочёл обзор работе. Где сказано, как позитроны сказано. Что касается их количества. Количество сейчас есть. Есть несколько работ на эту тему. Мы были с инферсивной степей и колокольным там с концами. Ну, шутиться. Они здесь не рассмотрят как же силы. Да, конечно. А вот, так сказать. Как вы делаете? Ну, и в каком-то обзоре, так сказать. Потому что он чётко прослёт. И все вопросы, все вопросы, все вопросы. И главные, очень чёткие формулы. Ясно, в каких пределах им нужно пользоваться. Второй вопрос был по позитрону на вспышках звёздных глаз. Которые вы сказали на 1036-й. Здесь я не вижу. Я, может быть, ещё можно одну минуту? Я хочу сказать, что, знаете, здесь в этом зале, по-моему, мало кто представляет то, что вдруг физика Солнца за последние, так сказать, и опять кардинальным образом поменялась, так сказать. Она поменялась очень резко, и приходится снова рассматривать. В общем, несколько стало, так сказать, по другому специалисту. Но это всё благодаря спутникам, которые сидят на гранжевой точке, и всё время смотрят на кусок. И благодаря компьютерам, которые могут считать, неуденнее, весиловое, а неуденнее. Вот эти два характера, они перевернули, так сказать. Спасибо. Спасибо. Почему опять пролить и будет? Да, я второй раз попытаюсь рассказать про диффузию. Зиняюсь за прошлый раз. Я попытаюсь быстро это сделать. Есть два основных подхода в рассмотрении задач диффузии. Это теория свободного пробега, которая очень простая и в принципе все эффекты понятны на пальцах. Не рассматривается поток частиц через плоскость в определенном диапазоне энергии и до их предыдущего столкновения. То есть это первый порядок этой теории. Это одно столкновение. Когда вы рассматриваете больше столкновений. Это следующие порядки. Тут проблема в том, что такая штука медленно сходится к правильному решению. Но зато она интуитивно понятна. Но основной метод решения задач диффузии это теория Чапана и Скога. Она гораздо проще для численного моделирования. Она гораздо точнее. Но интерпретировать ее в некоторые результаты довольно неочевидно. А почему? Вы же получаете те же самые уравнения, просто предыдущие более точные. Да. Здесь используется теория Чапана и Скога. Она решает уравнение Больцмана. Это приблизительное решение уравнения Больцмана для возмущенной функции распределения. Уражение для диффузионного фактора в конечном итоге вот такое же получается. Если использовать первый подход, то основной феноменологические законы в диффузии тоже довольно легко понять. Диффузия связана с крадиентом концентрации. Это просто из-за того, что с одной стороны идет больше, чем с другой. Гравитационную седиментацию тоже несложно объяснить, если рассмотреть вот такую плоскость. То с момента предыдущего столкновения более тяжелые частицы гравитационного поля сильнее ускорятся просто за счет того, что их тепловая скорость меньше. И вот это ускорение получится больше. Таким образом поток получится больше. В термодинамическом равновесии концентрация элементов будет пропорционально большему фактору, который входит в массу. Это будет седиментация. То есть будет разное распределение элементов. Термодиффузия в рамках теории свободного пробега тоже, в принципе, несложно объяснить. Это просто зависимость коэффициента диффузии от температуры. То есть, иными словами говоря, это зависимость частоты соударений от температуры, от скорости самих частиц. Поэтому получается, что более быстрый поток, более горячий, подавляется быстрее. И вот можно вот так нарисовать распределение по скоростям. Более быстрый поток будет сильнее подавляться. Это и давится, и это и есть термодиффузия. За счет нее более тяжелые элементы стремятся покинуть более холодную область и более зарядную. Но термодиффузия... А, ну ладно, потом еще вернусь. Еще здесь можно отметить не полярную диффузию. Здесь я имею в виду не диффузию электронов относительно ионов, а диффузию заряженной компоненты газа относительно нейтральной в магнитных полях. Вот это просто потом понадобится, и мне дальше расскажем. Но если воспользоваться вторым подходом, которым мы и пользуемся для находения скорости диффузии, все, что вам надо, чтобы определить скорость диффузии, это решить такую систему уравнений. Этот ответ получится точным. Это все довольно просто с точки зрения численных вычислений. Здесь первое уравнение – это просто определение скорости диффузии относительно общей массовой скорости. Второе уравнение – это уравнение непрерывности. Третье уравнение – это уравнение на плотность потока импульса. Я вот правая часть изыграл столкновение, и он записан вот в таком виде в Бюргерсе 1969 году. Зачем сейчас все в основном пользуются. А четвертое уравнение – это как раз термодиффузия, что называется. Это интерференция теплопроводности с диффузией. И глядя на эти уравнения, конечно, сложно понять, с чем она связана, и не очень очевидно, как она работает. Но, что интересно, вот здесь вот эти коэффициенты, 2-1, я бы не видел. Они зависят от лидер взаимодействия частиц. То есть, если взять Максвеллскую модель взаимодействия частиц, в которой время соударения не зависит от энергии, термодиффузии не будет. А максимальная термодиффузия возникает в полностью ионизованном газе при кулоновском взаимодействии. И это все применяется сейчас активно во многих областях астрофизики, в звездных атмосферах, в частности в Солнце. Это все довольно хорошо опробировано и дает… Ну, то есть, там можно довольно точно все проверить, и это работает. Работа совместно с Лебом здесь очень хорошая. Молекулярные облака я отдельно выделяю, потому что у них работают как раз амблиполярные глифузии. Тоже довольно интересная такая задача, когда у вас есть молекулярное облако, которое коллапсирует в дальнейшем звезду. В нем есть заряженные пылинки. Сила Лоренца, если у вас есть градиент магнитного поля, она действует на эти пылинки. Пылинки столкнутся с нейтральными частицами, и происходит их относительная диффузия. Но при этом, если поле достаточно сильное, то коллапс может не происходить из-за того, что сила Лоренца эффективно действует на эти нейтральные частицы через заряженные пылинки. Но в последнее время очень интенсивно считается диффузия в галактическом газе и в галактиках. Тут до конца неясно, работает ли она, насколько сильно подавляется это все магнитное поле. Если она работает, то если в скоплении нет сильных градиентов температуры, то должна происходить сильная седимитация гелия и тяжелых элементов. Если у вас в скоплении есть сильные градиенты поля, как в скоплении с холодными ядрами в галактическом газе, то у вас в скоростях тяжелых элементов, такие особенности для 262. И в принципе, это похоже на то, что наблюдается падение обилия тяжелых элементов железа в ядре, но здесь большая неопределенность. А наша работа посвящена еще одной области, где можно посчитать диффузию. Это формирование первых структур в ранней Вселенной. Здесь есть два направления. Одно это гравитационная седиментация. То есть, когда барионный газ падает в потенциальную яму темной материи, то частицы с равной массой могут с разным темпом попадать в эту яму. И может происходить гравитационное оседание тяжелых элементов. Интересно бы оценить, насколько сильно это может быть эффектом. В принципе, есть работа методичьи легкого, неопубликованного, к сожалению, в которой в линейном режиме решается уравнение для роста возмущений в разных компонентах. Но все ограничивается только линейным режимом. Мы хотели бы оценить, какой вклад дает последующей стадии формирования структур в линейной. Еще одно направление связано с попыткой объяснить недостаток лития в наблюдениях относительно предсказания теории первичного нуклеосинтеза. И здесь основная идея заключается в том, что из-за маленького потенциала ионизации лития, внешнего электрона, после рекомендации около половины лития могло оставаться в однократно реализованном состоянии. И за счет этого могут возникать всякие интересные вещи, как, например, ампиполярная диффузия, очень схожая к тому, что, например, вот задача с сокровым молекулярным коллапсирующим. Вот есть работа, в которой это посчитано. И тут результат такой, что вот эта нижняя кривая – это максимальное поле, при котором еще возможен коллапс. То есть этот литий с ионами не останавливает нейтральную компоненту от коллапса. А верхняя кривая – это магнитное поле, при котором литий не увлекается нейтральными частицами. То есть если слабее этого поля, то он точно так же, заряженный литий, будет падать в эту потенциальную яму. И получается, что диапазон этих магнитных полей очень маленький. То есть тут получается некая тонкая подстройка такая. И, по всей видимости, поэтому это не может объяснить наблюдаемого недостатка. Основной контекст этой задачи – это стандартная теория первичного нуклеосинтеза. То есть измерив фон реликтового излучения Планк с помощью измерения этих, приемов-фотонные отношения можно найти с очень высокой точностью, совместно с прогрессом вообще в самой цепочке расчета стандартного нуклеосинтеза. Первичное гилье гиля теперь ограничено очень сильно. Его точность – это 0,1%. Прямые наблюдения первичного гиля в аж два областях, в низкометалличных, в карликовых галактиках, тоже очень большой прогресс имеет и достигает сейчас 1% точность. Если этот прогресс будет в дальнейшем расти, то прямые сравнения, наблюдения и предсказания, возможно понадобится рассмотрение таких физических явлений, как диффузия. Сколько сильно она могла все это делать? Цифры отличаются на 5%. Это из-за того, что есть личное и то, что в этих аж два областях. Мы решаем эту задачу в приближении свободного падения. То есть квази-гидростатическая задача или задача вблизи массы джинса. В принципе, можно посмотреть метод желёбы, где-то в линейном режиме всё посчитано. Мы сразу же уходим на массы больше джинсской массы для того, чтобы быть в режиме свободного падения. Получается адвекционное течение, на фоне которого происходит диффузия. Это приводит к тому, что у нас уравнение на плотность потока импульса, в нём лагранжево-производная по скорости, она примерно равна лагранжевой производности по среднемассовой скорости, из-за того, что скорость диффузии маленькая. За счёт этого у нас G эффективно вылетает из этих праздников. То есть получается просто как-то падающий лифт, чувствуем гравитацию. Но, однако, это не означает, что там не будет диффузии, потому что если у вас градиент давления динамически неважен, то с точки зрения диффузии он может быть важен, потому что мы не знаем амплитуду эффектов. Хотели бы это как раз посчитать. Мы рассматриваем два режима. Первый режим – это рост возмущения до первичного коллапса и возмущения плотности. Мы используем самую простую модель TopHead. Да, у коллапса получилось это всё. Вот есть довольно хорошо известное неявное решение для TopHead, для его эволюции, так сказать. Примечательно, что оно работает как внутри TopHead для постоянного контраста плотности, так и снаружи. И расширяясь эти оболочки в какой-то момент останавливаются, начинается коллапс, и продиффицировав эти выравнения можно найти ход плотности за TopHead. И на этом градиенте давления мы можем посчитать диффузию, таким образом формализовав какую-то задачу. Вот получается такой ответ. Эффект маленький, но и он просто скалируется с массой. Это связано с тем, что у нас изменяя массу, мы просто меняем масштаб. Это зависит как минус или две трети, как масса. Для самых маленьких масс, 10 в пятый – это как бы первые звёзды, например, такие массы должны соответствовать таким возмущениям. Получается диффузия порядка 10-4, несколько на 10-4 для гелия-2, а для остальных элементов ещё меньше. Тут для разного времени коллапсов. Вторая модель – это модель космологической аккеренции. После того, как возмущение коллапсирует, тёмная материя верилизуется, образуется ГАЛО, а те оболочки газа, которые изначально находились за TopHead, они также продолжают останавливаться и коллапсироваться. Получается космологическая аккеренция. Если пренебречь излучением газа, потерями энергии газа на излучение, то газ падает через ударную волну. То есть холодный сверхзвуковой газ падает, вблизи вериального радиуса стоит сильная ударная волна, там его кинетическая энергия переходит во внутреннюю энергию, повышается давление, в дальнейшем коллапс останавливается. И вот такая модель разработана многими людьми. Мы используем полуаналитическое решение Бершенгеров, которое вот так всё это формализовано. Получается самоподобные профили, которые со временем не меняются, если мы всё скарируем на реальный радиус. На этом градиенте давления, которое здесь образуется, мы можем тоже посчитать. Получается такой ответ. Тоже легко скалируется с массой из-за самоподобия решения. Эффект тоже небольшой. Порядка 5 на 10 мм с третьей для гелия 2. Ой, для нейтрального гелия, извиняюсь. И далее мы проверяем, как слабый прогрев газа и малая ионизация могла ускорить процесс диффузии. То есть сейчас общепринятым уже устоявшим сомнением считается, что реализация происходит из-за надувания вот этих вот, из-за ультрафиолетового излучения первых галактик. Они надувают пузыри как бы из-за ультрафиолетового излучения, которые затем склапываются. Но, однако, до этого склапывания Вселенная могла быть прогрета резидентским излучением первых источников или субкосмическими лучами сверхновых. Это вот то, что Сергей Юрьевич рассказывал в прошлом году. И такой режим, он гораздо более выгоден для диффузии, потому что газ более горячий. Поэтому, если он не сильно ионизован, то нейтральная компонент, она взаимодействует индуцированным диполем с заряженной. И сечение взаимодействия все равно гораздо меньше, чем пломы. И поэтому нейтральная компонент диффундирует довольно быстро. Здесь уже получается получить эффект несколько на 10 минус третий. Но здесь происходит борьба с джинцевской массой тогда получается. Потому что мы постоянно выходим из нашего приближения свободного падения. И в конце, как такая грубая оценка, мы проверяем, какой эффект мог набраться уже после реализации. То есть, несмотря на то, что газ полностью ионизован и сечение очень сильно увеличено, Диффузия фактически полностью остановлена. Температура газа сильно поднимается. Спицерский коэффициент диффузии как пять вторых от температуры зависит. Эффект очень быстро набирается. Тут мы рассмотрели несколько моделей реализации. Вот температура и степень реализации до самой реализации Z6 и после. Если тянуть расчет до Z1, то для объектов типа протогрупп Галактик можно получить эффект порядка 1%. Но здесь надо понимать, что в районе Z1 это уже гораздо более сложная задача, потому что плавма может быть замагничена или пластеризация. В общем, это как некая верхняя плавма может посмотреть. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Вы знаете, вот сейчас в последнее время выяснилось, что пик, то есть пик, то есть пик, то есть пик, то есть пик. Пик, то есть 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 пик. Нет, здесь не можно быть невозовесным, потому что можно оценить просто время совдаления между частицами, характерное время передачи импульса. У вас здесь очень большой плотности, поэтому вы должны просто смотреть. А весь эффект набирается в основном на маленьких Z. То есть это, во-первых, время так скалируется, во-вторых, плотность падает. И поэтому весь эффект в основном в районе Z10 набирается. Уже плотность не очень большая. То есть нет, там должен быть Maxwell, вряд ли там можно сделать. Тут то, что первый результат по первой стадии, это как бы самая надежная оценка получается. Потому что магнитного поля, скорее всего, сильного не было, и эффект на поле менее простая. Но эффект получается очень маленький. То есть, в принципе, он уже сравним с точностью, которая дает стандартную теорию прессинки. Но он пока еще ниже предел интервью. В принципе, зато, может быть, не стоит как-то это сильно учитывать. А как всю эту красоту можно будет пронаблюдать? Я правильно понимаю, что у вас будет меняться опасность? Да, изначально задача возникла из скопления галактик. Предсказание стоит в том, что в более тяжелых скоплениях будет другой фракшен этого лития? Да, это не имело бы много последствий, конечно, для массы и для спектра. Это то, что вы надеялись, когда считали? Или нет? Мотивация такая же? Да, у нас получился большой поток через условную границу скопления. То есть, как считают диффузию в скоплениях галактиков, в межгалактическом галактике? Во-первых, берут гидростатическую модель, проводят где-то границу и говорят, что если нас интересует центральная область, то ограниченные условия на внешней границе, они мало влияют на диффузию центральной области. И поэтому типично фиксируют плотность на границе. То есть, как бы скопление помещено в резервуар такой, с бесконечным газом. Это то, что лошадь. Да, то, что Штыковский, Гирханов, мы этим занимались. И в такой модели получается очень сильный диффузионный поток через край скопления, через границу. Просто потому, что гравитация действует, и добавок, там есть градиент температуры наружу. То есть, температура падает. И все это вместе очень сильно гелий... То есть, там, за 5 миллиардов лет на 25%... Что это остановит? Скажите, как наблюдать? Ну, такой эффект наблюдать только вот, если прямые сравнения делать. То есть, если мы получим в прямых наблюдениях такую же точность, и будем видеть, что они расходятся в нужную сторону, на такие порядки. Ну, возможно, это этот эффект. Ну, самая чистая лаборатория для диффузии в ранней Вселенной – это первые звезды. Но их пока никто не наблюдает. Потому что там наиболее... Сергей Юрьевич, хочется... Сегодня я комментирую. Вот просто, Павел, почему-то не говори, там, на первом слайде, как сейчас меряют гелий. Вот, можете вернуться? То есть, вот сейчас точность вот этих процентов, вот, нижнесрочных. Это берут карликовые галактики, такие чистые, в общем, объекты в лакаре Вселенной. Смотрят в зоны H2, и в них меряют обилие гелий. Точность все время буршается. И какие-то из этих галактик, вполне возможно, остались практически в том же виде, в каком они родились, на Большом Зе. То есть, вот, одно из предсказаний здесь, что, если в них точность улучшится мерение гелий соотобещенных порядков, то это может быть то обилие, которое сформировалось в ту эпоху. Сергей, разница-то между двумя цифрами больше, чем ошибка. Уже сейчас. Нет, здесь что-то не то. Они согласуются. Что такое обморство? Нет. Две сигны. Ну вот, докладчик. Я, наверное, тут четверка должна быть. Я отпечатал стоять. Нет, они согласуются в пределах ошибки наблюдения. Нет, ну там есть это... Тоже вопрос с их точностью. Но на самом деле, да, есть несколько. Там больше трех с их по разнице. Ну вот эта вторая четверка, тут должна быть четверка. Ага, ну может быть. Я просто отпечатал. Очень... В самом деле, это самая оптимистичная изотовая... Можно вопрос задать, да? Да. Мне кажется, что куда важнее... С гелием люди все примерно понимают, что гелий пойдет и ситуация не такая страшная. А страшная ситуация с литием. Страшно, да. Вот. И... Ну а литий и мерится сейчас еще. Может быть, не так хорошо. То есть это 10 плюс десятый... Но есть вторая сторона с литием, которая очень тяжелая. Это то, что вы сказали про молодые звезды. Молодых звездок лити выгорает. Ну да. Поэтому если просто смотрят... Ну это вопрос того, как его мерять, конечно. Там строят модели, то есть... Очень низкая температура... Их тыквы через звездок производить литий. И литий 6, который есть, понимаете, его невозможно притащить из начальной истории. Он есть. И это явно, что где-то есть звезды, которые его производят. И очень много... Ну это у нас и старая работа, я не помню, как комплектовали мы или нет. С Агронианом, с Феликсом. Это то, что очень многие сильные ударные волны опять-таки производят маммит. Ну вот, может быть, измерение в межгалактическом газе на периферии. Можно я одну минуту добавлю? Знаете, что вот, если мы энергию с тушью, так сказать, все повышаем и повышаем, мы делаем электроядерный котел, так сказать, вот фотосферой, так сказать. До какой-то степени он, так сказать, живет, потом он, конечно, что делает. Что-то, можно сказать, но... Но, так сказать, все-таки, так сказать, вот эта возможность тоже есть, это самое интересное, что может быть, да, да, да. Еще одно слово. Ответ. 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 Вот, пусть я сейчас сказал, что мы производим, там, котел ядерный и так далее. Есть очень красивая работа Олега Теректова, когда он с граната зафиксировал мощнейшую вспышку в линии деферия. Образование-то нейтромный протон, дает вам деферия и линия 2,2, 2,1 мл, Ну и я спросил Олега, посчитайте, сколько от этой единицы, соответственно, такое количество эфири вы произвели. Вот всё производство эфири, в том, что почти 6-15 лет на Солнце, это было, по-моему, 2 тонны. Понимаете? 2 тонны. И видите, когда вы говорите, чего там? 60 тонн. Хорошо, спасибо. Давайте похлопаем последний вопрос. Сокончу я нашу конференцию «Астрофизики высоких энергий», которая уже давно стала самой лучшей в России. Да. И я передаю слово организатору. Уважаемые коллеги, прежде чем мы разбежимся, у меня два объявления. Первое. В прошлом году на такой же конференции была сделана фотография, коллективная фото. Ну, напечатать мы его туда сразу не успели. Появилось, по-моему, этот замечательный вид где-то через месяц. В общем, у меня сейчас здесь на столе есть несколько десятков копий. Многие, наверное, были на той конференции, присутствуют на этом фото, поэтому подходите, возьмите. И, к сожалению, почему-то в этот раз мы не делали такой фотографии. Никто, наверное, не вспомнил. Я даже председатель забыл. Ну да, моя мина. Хорошо. Ну ничего, тут не сильно люди изменились за год. Многие себя узнают. Так, а второе, я хочу сказать, что, может быть, не было заметно там, особенно на этой неделе, но это и хорошо, что это не было заметно, что за организацией всех местных вопросов стоял тяжелый труд, тяжелый труд конкретных людей, наших героев. Главный герой Андрей Семенов. — Спасибо. — Поехали. — Я не буду назвать. Не напоминаю, придите сюда. Давайте я. Владимир. — Ильдар. — Линия, мы тут же что-то делаем. — Многое, у меня, сидели у компьютера все время. — Байву, Байву, паркет. — Игоди. — Дикогоет, приходите. — Дикогоет, приходите. — Не, вы, не стесняйтесь, давайте. Потому что у нас там список именей, но я могу сказать обоих кого-то. Сейчас можно будет... Вы парень или не назовите, молодые люди, пусть запоминают их фамилии, они все должны заниматься. Георгий Харунжев, Дима Карасев, Катя Беликова, Владимир Воробьев, Илья Мириминский, Эльдар Люболин, Андрей Семенов, Павел Ивеев. Спасибо большое и, наверное, до следующего года. И еще Сергею Сазонову, он был председателем, это большая работа. Давайте посмотрим. Спасибо.